Здравствуйте, это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Екатерину Ветрову в местной поликлинике знал почти каждый, кто хоть раз переступал порог этого медицинского учреждения. Врач-терапевт работала на совесть, всегда помогала тем, кто нуждался. Казалось бы, ничего особенного в этом нет. Да вот только Катя действительно была особенной. Помимо того, что вела приемы в свои смены, в свободное время по собственной инициативе шла навстречу тем, кто ввиду низкого социального статуса вряд ли обратится за помощью. «И нужны тебе эти бродяги, Кать? Ну на тебя уже и так вся поликлиника косо смотрит», говорил муж. Она лишь пожимала плечами. «Ну и пусть смотрят. Они только это и умеют. Можно подумать, я на свалке живу. А пользоваться личным стетоскопом за пределами поликлиники мне никто запретить не может». Вова поморщился. Вот такой была Катя, над которой втайне посмеивались коллеги. Все-таки завистников у нее всегда хватало. Пациента Катерину любили и при обращении в регистратуру хотели попасть именно к Ветровой. Отчасти такой популярности способствовал видеоблог, который она вела, чтобы дать жителям несколько ценных советов относительно их здоровья. Катю смотрели все. От мала до велика. При этом кто-то, не полагаясь на память, даже конспектировал услышанное. Мало ли, вдруг пригодится. Чего только в жизни не бывает. Сегодня день тянулся как резиновый. Сидя в рабочем кабинете, Катерина то и дело поглядывала в окно. Пасмурно, небо затянуто тучами. Того и гляди, дождь пойдет. Екатерина Викторовна, а можно я сегодня пораньше домой? Я в пригороде живу. На автобус нужно... А тут погода такая. Зонт-то я сегодня и не взяла. Осторожно попросила медсестра. Оля. Катя оторвала взгляд от рабочих бумаг и согласно кивнула. Конечно, иди. Тем более, день почти закончился. Вряд ли сегодня кто-нибудь еще придет. На губах медсестры тут же заиграла милая улыбка. Спасибо вам, Екатерина Викторовна. Вы самый лучший врач из тех, с кем я работала. Катя влыбнулась в ответ и снова посмотрела на небо. В тот же миг серую пелену туч пронзил зигзаг молнии. А через секунду стекла в кабинете задрожали от сильнейшего раската грому. Ольга ойкнула и поспешила к двери. Катерина сокрушенно покачала головой. Попросить бы мужа забрать с работы. Да Вовка как на грех подрядился помогать свекрови с ремонтом. Антонине Сергеевне, как обычно, приспичило начать его в самый неудобный момент. У Кати через две недели должен был бы тет. Собрались съездить к морю. Хотя бы на пару-тройку деньков. Больше Катя и сама не выдержит. Да и куда ж она без своих уличных пациентов, которые, если нужно, даже домой к ней приходили. Внезапно в дверь постучали. Катя метнула тревожный взгляд на висевшие на стене часы. Пять минут до конца рабочего дня. Для многих из коллег это железобетонное основание закрыть дверь на ключ и пойти домой со спокойной совестью. Но она всегда старалась придерживаться правил. Ведь не зря же их собственно установили. Войдите, сказала Катерина и невольно обратила взор в сторону вошедшего. Каково же было ее удивление, когда порог кабинета переступил мальчик лет десяти. Миша, а ты что здесь делаешь? Не сдержалась она. На самом деле, Катерина знала этого маленького сироту, который то и дело, сбегая из детского дома, слонялся по городу в поисках чего-нибудь, представляющего для него особую ценность. Будь то конфеты или свежая выпечка. Она познакомилась с Мишкой у кассы супермаркета, где его поймал охранник с булочкой в руках. В глазах мальчишки застыли слезы. Ведь он был совсем не вор. Так тщательно собираемая малышом мелочь попросту выпала сквозь дыру в кармане видавших виды штанишек. Миша стоял у кассы и размазывал ладошкой слезы по грязным щекам. Катя тогда раздумывала недолго и решительно подойдя к охраннику, протянула ему деньги за булочку и даже оплатила штраф. Ах, ты смотри, какая правильная выискалась. Вот из таких потом и вырастают попрошайки и мошенники. Нечего с детства приучать к такому? Бросил ей кто-то вслед. Но Кате было все равно. Главное, что она помогла этому пареньку. А по большому счету, такое может случиться с каждым. С тех пор Миша и Катерина стали друзьями. Виделись, конечно, нечасто, но иногда она помогала малышу, покупая сладости ему и его друзьям по детдому. То в выпечке небольшой ящик передаст, то фруктов купит. При этом это вовсе не означало, что малыши в детдоме не доедали. Скорее, дело было в другом. Сладости и фрукты для ребят всегда значили больше, чем обычные продукты. Вот их вечно и не хватает. «Привет, Миша. А ты чего пришел? Просто так в гости или что-то случилось?» – спросила Катерина. Мальчик как-то странно посмотрел на добрую тетеньку, а потом сказал. «Да проблема у меня. Вернее, не у меня, а у деда Вани. Он на свалке живет. Дяденьку вчера нашел, а тот без сознания. Бредит, жар сильный. Дедушка думает простуду у него, а какие лекарства давать, не знает. Может, придешь, теть Кать?» Она задумалась. По сути, мальчуган предлагал ей отправиться на городскую свалку. Да еще и в такую погоду. Не самое приятное занятие, конечно, что тут скажешь. «Миш, а по-другому никак? Может, его к нам в поликлинику? Вдруг рентген легких понадобится?» «Теть Кать, ну ты ж знаешь. Здоровье у деда Вани пошаливает. Он вообще не бродяга. Просто после гибели сына его невестка из квартиры выгнала. И в одиночку мы этого дяденьку ни за что не дотащить. Хотели скорую вызвать, дорогу перекопали. Еще и дождь этот. В машине ни за что не проехать. Вот такие дела. Только что на тебя одна надежда», – взмолился Миша. Катя снова выглянула в окно. Тучи сгущались. И прогулка на мусорку грозила обратиться для нее неприятностями. И все бы так. Но после слов мальчика в душе зародилась тревога. А вдруг она есть та самая последняя инстанция, которая может помочь этому бедолаге? Ведь явно не от хорошей жизни он оказался на свалке. Чего только в жизни не бывает. Эх. «Ладно, Миша, сейчас пойдем. Если говоришь, что простуда, то в аптеке куплю что-нибудь из лекарств». «Конечно, так не делается, но другого выхода, видимо нет», – решилась Катерина и, взяв сумочку, направилась к двери. На губах Мишки появилась довольная улыбка. По его глазам Катя поняла, что он восхищен ее поступком. Катерина знала, родители паренька погибли в аварии. Жили в пригороде. Хозяйство небольшое держали – коровка, куры, гуси. Продавали на городском рынке свою продукцию. Доход небольшой, но в то же время стабильный. В тот роковой день стоял туман. Соседка уговаривала не ехать, твердила, что сон плохой видела. Нельзя ведь приметы игнорировать. Но Анна и Александра Звонаревы в приметы не верили. Поехали все равно. Ну как же пропустить рыночный день? Торговля в самом разгаре. Мечтали ремонт в домике провести. Сынишке-то три года всего исполнилось, а детской комнаты все еще не было. Соседка плакала, отговаривала «да куда там?». Поехали в туман навстречу своей гибели. Представший перед ними в виде грузовика, выехавшего на встречную полосу движения. Папа Миши погиб сразу. Мама провела в коме чуть больше недели. И только тогда ушла в мир иной вслед за мужем. Соседка Клавдия Ивановна пыталась оставить малыша у себя. Но сотрудники социальной службы отказали. Сослались на возраст и слабенькое здоровье, которое действительно давало о себе знать. Так Миша Звонарев оказался в детском доме, где воспитывался и по сей день. Среди воспитателей он слыл мальчиком способным. Участвовал в художественной самодеятельности, спортивных состязаниях. Правда, осуществить последнее было довольно проблематично, поскольку спортплощадка за зданием детдома находилась в крайне плачевном состоянии. Но Мишка не унывал. Тренировался в городском парке, где бегал наперегонки с вездесущими белками, преследующими маленького спортсмена по веткам деревьев. Из состояния грустной задумчивости Катю вывел раскат грома над головой. От неожиданности Мишка подпрыгнул и с обидой посмотрел на небо. «Не бойся, дружок, все обойдется. Погремит, погремит и перестанет». Улыбнулась Катя и прибавила шаг. По пути они заглянули в аптеку, где она купила препараты, которые, исходя из своих знаний и опыта, считала незаменимыми при лечении любой простуды. Решив сократить путь, Катерина взяла мальчугана за руку и повела к автобусной остановке. Так надежнее. Пока доедут, может и дождь пройдет. Зато крыша над головой будет. А в случае чего, можно выйти на любой остановке и переждать непогоду. Вокруг все громыхало и сверкало. Но дождя почему-то не было. Казалось, воздух буквально наэлектриализован энергией, которая все еще никак не могла найти выход в виде тонн влаги, жаждущей обрушиться на город. Сидя у окна, Миша с интересом смотрел на прохожих, сновавших туда-сюда по каким-то своим делам. Срочным и не особо. Обычная размеренная жизнь большого муравейника. Доехав до конечной, Катерина вместе с Мишей вышли из автобуса и направились в сторону свалки, которую можно было найти по характерному дыму, издали больше похожим на призрачное Марио. Одновременно с этим, Катя почувствовала мерзкий смрад, доносимый встречным ветром. Мишка, напротив, вел ее уверенно, ничуть не смущаясь дискомфорта, вызванного видом свалки. В какой-то момент Катя даже предположила, что мальчик бывал здесь не раз, приходя в гости к деду Ване. Заочно она была знакома с этим пожилым мужчиной, который был без ума от живописи и даже на мусорке собирал все возможные открытки и выброшенные кем-то фотокопии известных картин. Сам Иван Петрович славы на поприще искусства не достиг и свел свое занятие рисованием к уровню хобби. Так, пописывал для души. Такой вот вольный художник, живущий на необъятных просторах городской свалки. Старательно идя вслед за Мишей, Катерина осторожно обходила стихийные горы мусора, возникавшие у них на пути. В данный момент ее волновало только одно. Что же такого случилось с этим бездомным, которого приютил у себя Иван Петрович? И пока она, борясь с усиливающимся неприятным запахом, пробиралась сквозь мусор, Мишка уже бежал к маленькому домику, из которого доносился приглушенный кашель. Да Мишка был крохотным, всего в два окна, составленный из старых досок и обшитый железом. На крыше вместо черепицы лежали куски шифера. Катя даже засомневалась в прочности укрытия. Но с каждой минуты небо все сильнее хмурилось, грозя нешуточным ливнем. «Дедушка Ваня, мы пришли!» – воскликнул Мишка, заглядывая в полуоткрытую дверь. Ответа не последовало. «Дедушка Ваня, где ты?» – повторил Миша, постукивая по дверной раме. В этот момент Катя уже стояла рядом, наблюдая за происходящим. Иван Петрович попробовал позвать его Екатерина. В ответ тишина. Наконец дверь открылась, и на пороге появился худой пожилой мужчина с бледным лицом. Он смотрел на них грустными глазами, в которых читалась не только боль, но и какая-то тоска. «Дедушка Ваня!» – скрикнул Миша, подбегая к нему и обнял его за плечо. Катя осторожно подошла ближе. «Здравствуйте, Иван Петрович!» – сказала она, пытаясь оценить состояние дедули. «Здравствуйте!» – ответил он. «Проходите!» Внутри было темно, а еще пахло сыростью и застоявшимся воздухом. В углу была печка, над которой расположился черный котелок. На стенах висели рисунки деда Вани. В основном это были пейзажи и портреты прохожих, которые он рисовал с натуры. «А где же больной?» – осторожно поинтересовалась Катя, которая всегда ценила свое время. «Да здесь вот он. Я его на топчан уложил, бесчувственного, вчера вечером. Мокрый весь был, даже исподнее. Бредил, что-то лопотал непонятное. Ну, я под руки взял и к себе в лачугу притащил. Сдается мне, крепко он вымок где-то. А потом заболел, бедолага!» – выдал Иван Петрович. Катя подошла к лежащему на импровизированной кровати мужчине. На вид ему было в районе тридцати. Правильные черты лица, небольшая щетина, неестественная худоба. Под глазами больного залегли темные круги, что говорило о том, что чувствует он себя очень плохо. Она достала из сумочки термометр и осторожно вложила его в подмышку. И хотя едва коснулась рукой тело бродяги, Катя сразу поняла, что у него высокий жар. С другой стороны, Катя была врачом и не могла назначить лечение, не проведя полный осмотр пациента. Прислонив стетоскоп к груди бродяги, она услышала характерные хрипы в легких. Спутать их было невозможно ни с чем, тем более для профессионала, каким она была. В этот момент Катерина мысленно поблагодарила саму себя, что у нее хватило ума зайти в аптеку и сразу купить все необходимое. Конечно, она понимала, что действует практически наугад, но сейчас ее догадки подтвердились. У бродяги была сильнейшая простуда, осложненная, судя по всему, бронхитом, а может даже и воспалением легких. Эх, если бы в больницу отвезти на рентген, с тоской протянула она, понимая, что на данный момент это нереально. Во-первых, клиника уже не работала, а во-вторых, этот бродяга был практически нетранспортабелен. Да я понимаю, Катюш, но вы уж сделайте что-нибудь, пожалуйста. Я старался ему лекарства кое-какие давать, чаем с малиной поил, да и все бестолку, взмолился Петрович. А я меда принес, добавил Мишка. Но Катерина лишь покачала головой. Да уж, вы простите, но в таких запущенных случаях народная медицина практически не помогает. В общем, оставлю лекарства, а вы будете давать строго по часам, сможете? Иван Петрович заметно оживился. Конечно, смогу. У меня аж времени много. Я тут на этой свалке шибко занят, что ли. Так, живу от безысходности. Если что, то я буду присматривать и помогать, вмешался в разговор Мишка, чем рассмешил взрослых. Слова мальчишки прозвучали так трогательно, что вызвали на губах Катерины милую улыбку. В глубине души она понимала. Положение больного бродяги крайне серьезное. Тем более, они не знали даже его имени, поскольку у сослов Петровича все это время он был без сознания, лишь тихонько бредил. В этот момент незнакомец на мгновение пришел в себя, после чего ясно и отчетливо произнес пару слов. Лада, собеседование, обман. Катя вздрогнула и с удивлением посмотрела на больного. Но бродяга уже вновь впал в беспамятство и не мог сказать ни слова. Лишь его грудь с хрипом вздымалась, говоря о том, что он еще в мире живых. Для Петровича и Миши слова, сказанные бедолагой, не имели ровным счетом никакого значения. Да мало ли, что бормочет больной человек, который мечется в горячке. Но вот на Катю фраза бродяги произвела неизгладимое впечатление. Отойдя к двери, она прислонилась спиной к стене, чтобы немного успокоиться и привести в порядок мысли. Дело было в том, что для нее Эллада не просто слово, а название фирмы, в которой работает ее муж. «Катенька, с вами все в порядке?» – осторожно поинтересовался Петрович, который только сейчас заметил, что врач бледная как мел и смотрит в одну точку. Она покачала головой, посмотрела на хозяина лачуги. Да, все нормально, показалось просто. За день устал и вот. «Ты уж прости меня, милая. Ну, что я тебя с работы сдернул. Ну, я как подумал, что этот бедолага может у меня умереть. То так сердце защемило. Сам был чуть богу душу не отдал. А мне это делать никак нельзя. Внуки ведь еще остались после сыночки, Феденьки моего». Катя понятливо кивнула, а потом открыла дверь и вышла наружу. Дождь так и не пошел. Лишь сильный ветер бесновался, срывая злость на жителя города сильными мощными порывами. Слова бродяги по-прежнему не выходили из головы. Почему он сказал именно эту фразу? И какое отношение этот больной может иметь к фирме ее супруга? Тем более, что их между собой ничто не связывает. Ответ на этот вопрос будоражил сознание, лишая покоя. Мишка послушно стоял чуть в стороне и терпеливо ждал, когда тетенька-врач придет в себя и пойдет домой. Ему и самому нужно было возвращаться, ведь воспитатели в детдоме поднимут тревогу, начнут искать его по всем подворотням, а когда найдут, запретят выходить на улицу около месяца, что для Мишки было сродни трагедии. Мало кто знал о том, что раз в неделю мальчуган приходил на кладбище с букетом цветов, сорванных на городской клумбе. И приходил он туда совсем не случайно, а на могилку родителей, погибших тем роковым июньским утром. Лиц папы и мамы он почти не помнил, а потому, имел о них представление только по фотографиям, установленным в нишах недорогих памятников из бетона и мраморной крошки. Иногда мальчишка садился на лавочку перед могилкой и начинал рассказывать все, что произошло с ним за последнюю неделю. Жизнь в детском доме всегда нелегка и не проходила дня, чтобы у Миши не возникал конфликт с кем-то из ребят постарше. Так уж повелось, что сильный всегда измывается над слабым, отбирая все самое ценное. Воспитатели души не чаяли в Мишке, но вот ребята постарше завидовали и при всяком удобном случае пытались дать ему легкий подзатыльник. Естественно, делали это тайком, когда воспитателя не видели, либо уходили в другую комнату. Конечно, Миша мог пойти и пожаловаться директору или старшему воспитателю, да вот только тогда все ребята стали бы считать его стукачем, который при первой удобной возможности бежит жаловаться. «Ну что, пойдем, Миша», — грустно вздохнув, сказала Катерина, а потом, пообернувшись к стоящему чуть поодаль Петровичу, добавила. «Вы только давайте лекарство по расписанию, хорошо? Не пропускайте ни одного раза!» Он улыбнулся. «Хорошо, все сделаю, даже не сомневайся. Что ж, я не понимаю ничего. Простуда у него тяжелая. Вон никак в себя прийти не может. Уже второй день в бреду мечется!» Катя согласно кивнула, а потом, взяв за руку Мишку, направилась к выходу. Пребывание на свалке оставило неприятный осадок. При этом она не винила Ивана Петровича в том, что он попросил ее о помощи. Скорее, Катя была зла на саму себя, что оказалась в таком неприятном месте по собственной инициативе. Наверняка туфли будут грязные, и придется долго объясняться перед мужем застойкой амбре, исходящей от ее одежды. Фраза, оброненная бродяга в бреду, по-прежнему крутилась в голове, не давая сконцентрироваться на чем-то определенном. Дорогу обратно она нашла без особого труда, не полагаясь на своего маленького проводника, который прекрасно ориентировался в этих горах мусора. Когда, наконец, они выбрались из свалки, над городом мягко опустились сумерки. Катя украдкой посмотрела на экран смартфона, но входящих звонков либо уведомлений от Володи не было. Она обидчиво поджала губы. Это что же получается? Муж вообще не заметил ее отсутствия? Хоть бы смс-ку прислал, либо пары слов перекинулись? В глубине души зародилась обида, подогреваемая искоркой подозрений. В последнее время ее супруга будто подменили. Он стал каким-то холодным, отстраненным, часто запирался в рабочем кабинете, подолгу сидя за столом. Поначалу Катерина списывала это на проблемы в работе, которых у мужа всегда хватало. А потом узнала от коллег Вовы о том, что в компании дела идут более чем прекрасны, жаловаться не на что. Вот только как же объяснить тогда позднее возвращение Володи домой, когда стрелка на стенах часов близится к полуночи? По совету подруги Наташи, она не один раз проверяла воротники рубашек мужа, в расчете увидеть на них следы губной помады, либо ощутить аромат женских духов. Но ничего такого не было. Так чем же тогда объяснялась неприятная холодность его стороны? Неужели он все-таки нашел женщину на стороне и тщательно ее скрывает, наслаждаясь прелестями мимолетного романа? Понимая, что в такое позднее время дождаться автобуса уже нереально, Катя решила вызвать такси. Так будет намного удобней. Мишка попадет в детский дом вовремя, а уставшая за день Катерина сможет немного отдохнуть, сидя на заднем пассажирском сидении и поглядывая в окно. Дождь в этот день так и не пошел. В воздухе сильно пахло влагой. В небе обесновались гром и молнии, но дождевые тучи обошли город стороной. В какой-то мере Катя даже испытала облегчение. Ведь пару дней назад синоптики объявили штормовое предупреждение для их региона. После таких событий у нее всегда был полный аврал на работе. Ведь люди начинали болеть намного чаще, чем в погожий летний денек. Таксист оказался понятливым парнем, не задавал лишних вопросов. Подмигнув Мишке, он любезно распахнул переднюю дверцу и помог забраться в салон. Катя сразу рассчиталась шофером и молча уставилась в окно. Миша чувствовал, что с его знакомой творится что-то непонятное. Но в силу своего малого возраста он так и не мог догадаться, в чем было дело. Мозг Кати по-прежнему буравила одна и та же фраза. Название фирмы ее мужа. А еще, почему этот незнакомый протяга был мокрым с ног до головы? Ведь дождя в этот день не было, и Катя знала это наверняка. Так промокнуть можно только на реке, которая разделяет их город пополам и уходит куда-то вглубь необъятной родины. Первой Катя завезла Мишу в детдом. Поцеловав мальчишку в щечку на прощание, она провела его к воротам, где ее заметила старший воспитатель. «Постойте-ка, это что вы себе позволяете? Так значит, это к вам Мишка сбегает постоянно?» Безо всякого предисловия начала женщина. Катя побледнела и невольно сделала два шага назад. «Я не понимаю, вы к чему клоните?» «Да, я знаю Мишу, но это совсем не значит, что он сбегает именно ко мне». Воспитатель поморщилась. «А знаете что? Можете рассказывать эти байки кому хотите, но только не мне. Я знаю, что несу ответственность за Михаила, и в случае чего нам всем воспитательским составом намылить шею, а в самом плохом случае отдадут под суд». «Тамара Ивановна, ну зачем вы так?» Пытаясь разжаловить воспитателя, принялся конючить Мишка. Но на нее это не произвело никакого эффекта. Тамара Ивановна неприязненно смотрела на Катю, словно это она была виновницей всех бед. Настроение у Катерины испортилось окончательно. Да, не на такой прием она рассчитывала в детском доме. Тем более, она действительно была не виновата в том, что Миша обратился к ней за помощью. Да и вообще. Если они здесь все такие правильные и умные, то почему воспитанники сбегают у них средь бела дня и слоняются по городу, рискуя влипнуть в неприятности? Но говорить об этом вслух Катя, конечно же, не стала. Не хотела, чтобы у Мишки из-за нее были проблемы. Лучше пусть воспитатель считает, что это она виновата в его побегах, чем будет наказывать малыша, который и так страдает, лишившись родителей. «Простите, Тамара Ивановна, не беспокойтесь насчет Миши, он действительно исправится», – попыталась сгладить неловкую паузу Катерины. Воспитатель усмехнулась, но в этот момент позади раздался сигнал таксиста, который напоминал о том, что им нужно ехать. Катя помахала Мишки рукой на прощание и поспешила к машине. На протяжении всего пути она не проронила ни слова. Время от времени, поглядывая на нее в зеркало заднего вида, водитель терялся в догадках относительно ее работы. Вот кем могла быть эта грустная женщина, в глазах которой застыли слезы. Вряд ли она работает в офисе или связана с тяжелым физическим трудом. Руки ухоженные, личико миловидное. Вот только эта грусть в глазах говорила много. Пытаясь хоть немного отвлечь пассажирку от грустных мыслей, шофер настроил волну местной радиостанции, чтобы послушать музыку. Поначалу Катю это даже раздражало. Так ей хотелось побыть в тишине. И в какой-то момент она даже открыла рот, чтобы сделать замечание, когда услышала нечто странное. Ведущий радио озвучивал вслух объявление некоего Анатолия Мискаева, которого не знал в городе только ленивый. Это был богатый мужчина. К тому же меценат, который тратил баснословные суммы денег на благотворительность. Старался помочь каждому, кто в этом нуждался. Впервые Катя услышала о нем, когда он выделил для их поликлиники новое оборудование. Поначалу она решила, что это обычный самопиар, призванный заработать звездочку в личном рейтинге. Но когда Анатолий Сергеевич отказался от какой-либо съемки и медийной огласки случившегося, Катерина зауважала его всерьез. «Все-таки далеко не каждый из богатых мира сего пойдет на такой поступок. Как ни крути, а своя рубашка ближе к телу, а денежка греет карман». Услышав знакомое имя, Катя прислушалась. А говорил диктор примерно следующее. «Вчера вечером какой-то незнакомый мужчина спас дочь Анатолия Сергеевича Мискаева, когда она вместе с подружками отправилась к реке. Делая селфи на мосту, подростки заразительно смеялись и соревновались друг с другом в том, кто сделает более удачный снимок. В какой-то момент дочка Александра, Карина, перегнулась через перила и рухнула в воду. Все произошло настолько быстро, что никто не успел среагировать. Кто-то кричал, что нужно вызвать скорую. Кто-то обреченно махал рукой, думая, что бурные воды реки уже сделали свое черное дело. И лишь один внешне неприметный мужчина решился на отважный поступок и нырнул в воду. Некоторое время его не было видно. И кое-кто из недоброжелателей уже заговорил о том, что он утонул вместе с девчонкой. Самым обидным было то, что люди попросту стояли на берегу и, комментируя взахлеб происходящее, смотрели за тем, что происходит. Наверное, в этот момент им казалось, что они смотрят кино, в котором обязательно будет счастливый конец, а режиссер известит всех об успешном окончании съемок. Да вот только это была жизнь. Суровая и жестокая, в своей беспринципности и внимании к мелочам. Вскоре из воды показалась мокрая голова мужчины. Потом к нему присоединилась и девочка, которая вцепилась ручонками в его плечо, отчаянно пытаясь удержаться на воде. Незнакомец мощно греб берегу, помогая себе ногами и всем телом. Несмотря на то, что мокрая одежда тянула его на дно, он довольно уверенно держался на воде, следя за тем, чтобы девочка не захлебнулась. Несмотря на все его старания, к берегу он доставил уже бесчувственное тело Карины. Медлить было нельзя. Незнакомец тут же попытался очистить легкие от воды, положив ее на бок. Невольные зрители развернувшейся драмы от ужаса закрыли глаза руками, когда подумали, что Карина погибла. Но храбрец знал, что он делал. И вскоре девочка зашлась в приступе хриплого кашля, очистив, наконец, легкие от воды. В этот момент к месту событий подоспела скорая помощь и разогнала праздных зевак и очевидцев трагедии в разные стороны. В этой-то суматохе мужчина, спасший Карину, смешался с общей толпой, пожелав остаться неизвестным. Именно его теперь разыскивал Анатолий Сергеевич, чтобы отблагодарить и показать городу их героя. Учитывая возможности Мискаева, можно было только догадываться, о каком размере премии идет речь. «Эх, повезло этому. Лучше бы я на его месте оказался. Сейчас бы уже на новенькой иномарке рассекал». С завистью протянул таксист. Катя поморщилась, представив себя, как этот мужчина с пузиком-глобусом отважился на то, чтобы прыгнуть в бурлящую воду. И не просто прыгнуть, а еще спасти идущую ко дну дочь миллионера, который в случае ошибки обязательно сделал бы виновным того, кто не спас его дочь. В этот момент мозг Кати пронзила догадка. А что, если незнакомец, который спас Карину Мискаеву, на самом деле тот, никому неизвестный бродяга, лежащий в лачуге Петровича? Конечно, все это были только догадки, которые могли не иметь ничего общего с реальностью. Скорее всего, это совпадение, хотя и очень странное. А ведь Иван Петрович не зря говорил о том, что нашел незнакомца в промокшей насквозь одежде, когда тот метался в жару, пытаясь найти укрытие. Единственным, чего не могла понять Катя, так это то, почему бродяга поспешил скрыться, не стал называть свое имя и фамилию. Ведь если бы о нем узнал Мискаев, то обязательно отблагодарил бы по-царски, возможно, даже изменил жизнь к лучшему. В этот момент таксист притормозил ее дома и объявил, что они приехали. Поблагодарив за помощь, Катя дала ему немного на чай, хотя денег у самой было в обрез. По правде говоря, она и сама не знала, почему поступила таким образом. Скорее всего, она просто уважала труд водителя, оказавшегося настоящим профессионалом своего дела. Как назло, ключ от входной двери застрял в замке, словно не желая впускать ее в дом, кажущийся в вечерних сумерках чужим и холодным. В окнах не горел свет, значит, Вова еще не вернулся с работы, при условии, что он вообще туда ходил. Катя сжала ключ посильнее, надавила на ручку, и дверь плавно отворилась, обнажив хаос, царивший внутри. Горы посуда на столе, разбросанные по полу вещи, следы спешки в каждом заброшенном уголке. Картина была не из приятных. Сердце сжалось от тревоги, предчувствие беды закралось в душу, как незваный гость. В этот момент ее взгляд упал на записку, лежащую на кухонном столе рядом с недопитой чашкой кофе. «Катя, прости, я не могу больше так жить. Влип в историю, ты бы не поняла. Мне нужно уехать. Подальше. Найду себя, вернусь. Жди. Твой Вова». Словно удар молнии пронзил ее сознание. Катерина прочла записку снова, выискивая хоть какой-то намек, хоть какой-то проблеск надежды. Но слова оставались такими же странными и пугающими. Влип в историю? Куда-то уехал? И как его теперь найти? Мысли крутились в голове, как вихрь, не давая ухватиться за здравые рассуждения. «Да уж», — вздохнула Катя. «Вот что значит мужчина-бизнесмен. Наживет себе проблем, а потом, прости, я уехал, поищу себя». Телефон зазвонил, прерывая ее печальное размышление. На экране высветился номер свекрови, Антонина Витальевна. «Катя, ты дома?» Голос ее дрожал от волнения. «Да», — ответила она, пытаясь держать тревогу. «А что случилось?» «Вова, я не могу ему дозвониться, где он?» «Антонина Витальевна, я тоже не знаю. Он оставил записку и уехал», — ответила Катя. «Говорит, влип в какую-то историю». «Влип, значит», — с горестью произнесла свекровь. «Как всегда. И опять из-за тебя. Из-за меня?» — возмутилась Катерина. «Что вы имеете в виду?» «Что имею в виду?» Голос свекрови зазвенел от недовольства. «Ты не можешь дать ему то, что ему нужно. Дети, покой, уют в доме. Ты плохая жена, плохая хозяйка». Катя вздрогнула. Она и раньше знала, что свекровь недолюбливает ее. Антонина Витальевна всегда считала ее недостойной единственного сына. «Но чтобы всю вину в уходе Вовы свалить на нее?» «Как вы можете так говорить? Я вообще-то на работе весь день была. А Володя? Он ведь должен был к вам приехать, чтобы помочь с ремонтом», — растерянно прошептала Катерина. «А как я должна говорить?» Прошипела Антонина Витальевна. «Ремонт? Да Вовка просто бежит от тебя». «Но...» Катя пыталась вспомнить прежние слова свекрови. «Вы же сами говорили, он должен жить для себя, строить карьеру». «Да», — перебила свекровь. «Но он должен жить для себя и заботиться о своей матери, а ты его только отвлекаешь». Катя не могла больше слушать. Руки ее дрожали, а в голове все кружилось от тревожных мыслей. «Антонина Витальевна, я не хочу с вами спорить. Не знаю, что произошло с Вовой и не знаю, где он сейчас, но прошу вас, не делайте из меня козла отпущения». «Ух ты, как заговорила!» — раздался холодный смешок. «А кто я в этой истории? Думаешь, я хочу жить в одиночестве? Я хочу видеть своего сына». «И что мешает?» — спросила Катя. «Он всегда был рядом. Вы никогда не отказывались от его общения». «Рядом, да», — огрызнулась Антонина Витальевна. «С женой, которая не может даже приготовить нормальный ужин». «Антонина Витальевна», — не выдержала Катя. «Вы перегибаете палку. Не знаю, что происходит, но я не хочу слушать ваши упреки». В этот момент она поняла, что спорить бесполезно. Свекровь жила в своем мире, полном традиционных ценностей и незыблемых устоев. И в этом мире не было места для свободы выбора, для независимости и самореализации. «Антонина Витальевна», — сказала Катя с усталостью в голосе, — «я не знаю, что будет дальше. Не знаю, где Вова и как его найти, но прошу вас, дайте мне время во всем разобраться». «Время?» — та холодно усмехнулась. «У тебя его не так много, как ты думаешь». «И что вы предлагаете?» — спросила Катерина. «Сколько еще я должна терпеть ваши упреки?» «Ты о чем, дорогуша?» «Ты должна не терпеть, а действовать, чтобы как можно скорее вернуть Вову домой». «Как?» — спросила Катя. «Как я могу его вернуть, если даже не знаю, где он сейчас?» «Вот и найди его!» — отрезала свекровь. «Вспомни всех его друзей, знакомых, всех его бизнес-партнеров. Позвони им, напиши смс, ну найди его! Иначе ты ничего не можешь в этой жизни. Ты — полное ничтожество!» Катя не ответила. Сбросила звонок. Она отвернулась и пошла в комнату. Ей было так больно и обидно. Она вложила в этот брак все свои силы, все чувства, но свекровь не хотела видеть ее счастье. Антонина Витальевна хотела видеть только своего сына, чтобы чувствовать свою власть над ним. «Как же я тебе не даю счастья!» — прошептала Катя. «Разве я не любила тебя? Разве не давала все, что было в моих силах?» Она подошла к окну и взглянула на темную улицу. Ветер шумел за стеклом, словно отражая ее внутреннюю бурю. «Что же теперь делать?» — спросила она шепотом. «Как найти Володю?» В этот момент ее взгляд задержался на маленькой записке, лежащей на столе. Перечитала. Но ситуация все равно оставалась неясной. Слова звучали как приговор. Она почувствовала, как в душе зарождается паника. Попыталась позвонить, но телефон молчал. Она не знала, что делать. Куда идти? Кого просить о помощи? «Ну что же я тебе плохого сделала? Почему ты сбежал?» — шепотом спрашивала сама себя Катя. С трудом взяв себя в руки, она решила, что утро вечера мудренее. Ну что толку с того, что она будет истязать себя мысли о загадочном бегстве? Наспех приняв душ, Катерина теперь мечтала только об одном — уснуть. Раствориться в пушистой безмятежности сна, где не было бы ни тревожных звонков, ни спешных хождений по палатам, ни бесконечной борьбы за жизнь больных пациентов. Но мысли, как незваные гости, упорно не давали покоя. Она провела рукой по прохладной поверхности подушки, попыталась закрыть глаза, но сон упорно не хотел приходить. Внезапно воспоминания о том дне, когда она впервые увидела своего будущего мужа, хлынули неудержимым потоком. Катя вспомнила тот проливной дождь, который лился несколько часов, превращая город в бесконечное водяное зеркало, отражающее бледные огни фонари. Случилось это в поезде. Она ехала на конференцию в столицу. До мегаполиса оставалось еще несколько часов, когда Катерина услышала громкий смех неподалеку. Она выглянула и заметила Вову, который сидел на пороге тамбура и шутил с другими пассажирами. Незнакомец был в спортивном костюме, яркой футболке и веселыми глазами. Он рассказывал какую-то историю про то, как потерял свою дорожную сумку на вокзале, и все смеялись. Катя стояла и смотрела на парня, удивленной его неиссякаемой энергией. Она не могла вообразить, как можно быть таким жизнерадостным в такой утомительной поездке. Но незнакомец был улыбчивым, и это ее в нем привлекало. Она хотела было уже вернуться в купе, когда услышала за спиной. «Привет, у тебя такой вид, словно я тебя чем-то удивил». Она оглянулась и увидела, что незнакомец в олимпийке стоит прямо у нее за спиной и улыбается своей ослепительной улыбкой. «Да, есть немного», — улыбнувшись, сказала Катя. «Не могла поверить, что ты можешь быть таким веселым в этой поездке». «А что такого?» — удивился Вова. «Думаешь, в поезде нельзя ехать с комфортом?» «Ну, я так не думаю», — ответила Катя. «Но я сама чаще всего сплю во время поездки». «А ты куда едешь?» — спросил Вова. «На конференцию», — ответила она. «Я врач, зовут Катя». «Ого, как интересно. А я тоже в столицу. Я бизнесмен. Владимир Ветров». «Бизнесмен?» — Катя остолбенела. «Она была уверена, что Вова учится в институте. Ведь он был такой молодой». «Ну да, а что такого? Продаю украшения и ювелирные изделия». «Украшения?» — Катя не могла поверить своим ушам. «У тебя есть свой магазин?» «Нет», — ответил Володя. «Я продаю их в интернете. У меня свой сайт. Хочешь посмотреть?» «Конечно», — ответила Катя. «Интересно». Они провели все оставшееся время вместе. Володя рассказывал ей о своем бизнесе, о своих мечтах, а Катя слушала, наблюдая за ним с увлечением. Ей нравилась его энергия и жизнерадостность. Она уже даже не думала, что он продает бижутерию в интернете. Ей казалось, Володя может быть кем угодно — пилотом, строителем, актером, поскольку она видела в нем массу возможностей и чувствовала сердцем неисчерпаемый потенциал нового знакомого. В момент прощания по прибытию на вокзал Катерина еще не знала, что пройдет совсем немного времени, и они станут мужем и женой. Утром Катя проснулась от того, что зазвонил телефон на тумбочке. Обычно она просыпалась от того, что сонливо тянула руку, чтобы выключить будильник. Но сегодня он был выключен еще вчера вечером, когда у нее не было сил даже на это. Она повернулась на бок, глядя на пустую половину кровати, и услышала звонок телефона снова, настойчивый, тревожный. Он трезвонил уже в четвертый раз, и Катя поняла, что это сработает. Она тяжело вздохнула и взяла трубку. «Алло, Катя, ты сегодня на смену выходишь?» – спросил заведующий отделением Альберт Егорович. «Простите, не смогу. У меня непредвиденные обстоятельства». «Что случилось, Катюш, все в порядке?» «Да, все нормально, просто я немного не в форме, не смогу сегодня работать». «Ясно. А сколько времени понадобится на восстановление?» – спросил заведующий. «Да я и сама еще не понимаю, что происходит. Я позвоню, как только буду знать». «Ладно, Катюш, ты только не забывай, мы тебя ждем». «Да, Альберт Егорович, не забуду, конечно, спасибо, извините», – ответила Катерина и положила трубку обратно. Затем с грустью посмотрела на пустую половину кровати. В голове была пустота. Она просто сидела и смотрела. Не могла поверить, что это произошло. Ее муж, любимый, ушел, просто взял и ушел, не оставив ни слов объяснения, ни шанса на изменение решения. Вспомнилась свадьба. Это был прекрасный день, полный солнца, любви и надежд. Она была самой счастливой на свете. Вова казался ей таким молодым, красивым, добрым. В тот день она была уверена, вместе они будут всегда. А первые годы брака – это же были годы любви, полные радости и надежд. Они много путешествовали, строили планы на будущее. А еще у них появился прекрасный дом. Но в последнее время что-то изменилось. Вова стал более закрытым, отстраненным. Много работал, поздно приходил домой, а потом погружался в себя и будто не замечал ее. Катя пыталась заговорить с ним, но он все отшучивался. Рассказывал, что просто много работы и очень устал. Она пыталась быть понимающей, не давила на него. Старалась создать комфортную атмосферу дома, чтобы муж не чувствовал себя раздраженным. Она даже сделала ремонт в спальне, купила новый диван, поменяла шторы. Но ничего не помогало. Вова все больше отдалялся. «Наверное, я его просто не знала», – сказала Катерина еще раз вслух, как бы убеждая себя в этом. Она поднялась, наконец, с кровати и пошла в ванную умыться холодной водой, привести себя в чувство. Посмотрела в зеркало. В отражении была молодая красивая женщина, но в глазах ее читалась боль и пустота. «И что теперь?» – спросила она себя вслух. Ответа на этот вопрос не было. А потом в дверь тихонько постучали. Катя вздрогнула и пошла открывать, думая, что вернулся муж. «Мишка?» – спросила она, едва узнав мальчишку, который стоял на пороге. «Здрасте, тетя Катя», – ответил он, нерешительно переминаясь ноги на ногу. «Я, извините, что так рано утром в больнице ваш адрес узнал». «Что случилось?» – спросила Катерина, чувствуя, как в груди сжимается предчувствие чего-то нехорошего. «Тот дяденька, который вчера, он проснулся». «Ну, как это?» – спросила Катерина, пока еще не понимая ничего. «Дед Ваня говорит, что он с утра очнулся». «Мишка, как всегда, говорил со взрослым серьезным видом». «Ну, пойдем, я посмотрю», – ответила Катя, чувствуя, как в нее снова вернулась сильная волна сочувствия. «Как врач, она не могла оставить больного человека». «Они вышли на улицу. Утро было довольно прохладным. Видимо, вчера где-то в округе прошел дождь, миновав их город». Миша шел рядом, молча глядя под ноги. Катя заметила, что он был одет в старую ветровку, которая казалась слишком большой для него, с прорехами на рукавах и потертые штаны. «Миш, а ты как?» – спросила она, нарушив затянувшуюся паузу молчания. «В школу сегодня идешь?» «Конечно», – Мишка улыбнулся, и его лицо сразу озарило детской радостью. «Правда, не учиться, лето же. У нас сегодня конкурс по чтению стихов». «Ого», – удивилась Катя. «И что ты будешь читать?» «У лукоморья дуб зеленый», – ответил Миша, уже захваченный своей предстоящей ролью. Катя грустно вздохнула. «Детство? Как хорошо, что у них хотя бы еще есть это детство. С его простыми радостями, с мечтами и с верой в сказки». Через несколько минут показалась свалка. Хоть она и была здесь вчера, но все еще не могла смириться с мыслью, что всего в нескольких метрах от нее существует такое место, где люди живут в нищете и отчаянии. «Иван Петрович, вы дома?» – спросила она, входя в лачугу пожилого художника. «Да, я здесь», – ответил тот, выходя из комнаты с ложкой в руках. «Как там наш пациент?» – спросила Катерина, переводя взгляд на бродягу, который сидел на стуле. «Как видишь, живой», – ответил Петрович, показывая ложкой в его сторону. «С утра очухался, как ни в чем не бывало». Катя сделала шаг вперед, рассматривая бездомного. Он был высокий, худой, с тревогой в глазах. На нем была грязная куртка, протертые штаны и стертые ботинки. «Здравствуйте», – прошептала Катерина, не зная, что еще сказать. «Добрый день», – ответил бродяг, взглянув на нее большими грустными глазами. «Спасибо, что спасли меня. Мне сегодня заметно легче». «Да не за что», – ответила Катя, неловко опустив глаза. «Я просто делаю свою работу». «А как вас зовут?», – спросил незнакомец, осторожно вставая со стула. «Катя», – ответила она, несколько смущаясь от этой просьбы. «А вас?» «А я Андрей», – ответил бродяга. «Просто Андрей». «Хорошо, Андрей». Катя улыбнулась, чувствуя, как к ней возвращается обычное расположение духа. «А что с вами случилось?» «Андрюш, ты расскажи, Катюша, что с тобой на днях произошло», – предложил Петрович, кивнув бродяге, который сидел, сутулившись. Тот, сжав и разжав пальцы, словно перебирая невидимые бусины, с трудом начал свой рассказ. «Знаете, я уж думал, жизнь меня совсем бросила. Давно уже не было работы. А сил таскать с коробки или убирать мусор все меньше. Да и не везде берут». Катя кивнула, понимая. «Ну а пару дней назад», – продолжил Андрей, – «я увидел объявление. Фирме «Лада» требуются грузчики. Подумал, может, все-таки получится». Андрей встал и сделал несколько шагов по комнате, будто перебирая в памяти события. «Пришел я, значит, заполнил анкету, а потом меня вызывает такой, ну, начальник отдела, наверное, Владимир Иванович Ветров. Вот так его звали. В костюме, в галстуке, с перстнем на пальце. И лицо, знаете, такое заносчивое, надменное. Красотка возле него все это время крутилась какая-то. В этом месте Андрей сделал паузу, словно вновь переживая те неприятные минуты. А вот Катя в этот момент едва не лишилась чувств. Ведь это был ее муж с какой-то красоткой. Господи, неужели это правда? Тем временем Андрей продолжал. «Ну, он меня и спрашивает, какое образование?» «Я сказал, что окончил школу, потом техникум, ну, как и все. Но оказалось, этого недостаточно». «Неужели?» Удивилась Катя, с трудом сдерживая злость. «Да». Затем принялись насмехаться. Ну и прогнали. Мол, нам такой грузчик и даром не нужен. «И что было потом?» Едва не плача, спросила Катерина, которой на самом деле было уже не до вопросов. Теперь-то она уже поняла, куда пропал ее Вовка и о каких проблемах он упомянул в записке. А потом... Потом я пошел к реке. Просто так успокоиться. Рыбу в тихом заливе половить или раков. Но когда подходил, заметил, что девчонка с моста упала. Ну, я бросился ее спасать. По щеке Катя скатилась слеза. «Это была Карина Мискаева. Дочь миллионера Анатолия Мискаева. Он ищет спасителя своей дочери, где только можно». Андрей, казалось, не верил своим ушам. «Я... Но это же...» Он замялся. «Это же случайно вышло». «Случайно?» Катя усмехнулась. «Да это судьба. Ты ведь не просто спас девочку. Ты спас дочь богача». Андрей молча смотрел на нее, словно не понимая, что делать дальше. «Ты должен обратиться к Мискаеву», сказала Катя. «Он должен знать, кто спас его дочь». Андрей вздохнул. В его глазах мелькнула тень смущения. «Я не знаю», — пробормотал он. «Я ведь просто помог и не хотел ничего взамен». «Андрей», — Катя взяла его за руку. «Ты заслуживаешь награды. Ты спас жизнь человека, рискуя свои. И должен получить то, что полагается тебе по праву». Он смотрел на нее, а в его глазах была мольба. «Я не могу». «Ты должен». Катя, встав, шагнула к двери. «Я все объясню. Просто доверься мне». В ту же секунду она вышла из лачуги, оставляя Андрея в замешательстве. А через несколько часов к лачуге Петра Ивановича приехал кортеж. «Андрей, выйдите ко мне, пожалуйста», — прозвучал чей-то властный голос. Бродяга вышел на улицу и увидел высокого, осанистого мужчину в дорогом костюме. «Здравствуйте», — поприветствовал гостя он. «Я Анатолий Мискаев», — представился бизнесмен, протягивая руку. «Спасибо вам огромное за спасение моей дочки». «Да не за что», — ответил парень, пожимая руку. «Я хочу вас отблагодарить», — настоял Мискаев. «И готов предложить вам все, что угодно». «Спасибо, конечно», — ответил Андрей. «Но мне ничего не нужно». «Не скромничайте», — улыбнулся бизнесмен. «Я знаю, что это не так. Поэтому готов предложить вам новое жилье и работу». «Новое жилье?» — удивился Андрей. «Да», — подтвердил Мискаев. «Все верно. И еще много чего другого». «Спасибо, но как-то неловко. Кто вы, а кто я?» «Но ведь вам нужна крыша над головой», — настаивал бизнесмен. «Поэтому не отказывайтесь. Считайте этот вопрос решенным». «Спасибо», — повторил Андрей, с трудом сдерживая слезы. «Договорились», — сказал Мискаев. «Тогда не прощаемся и до новых встреч. Мой управляющий решит все вопросы». Впоследствии бизнесмен сдержал свое слово. Он предоставил бродяге работу в своей ферме, где тот стал начальником складского хозяйства. Это была хорошая, спокойная работа, которая позволяла чувствовать себя уверенно в завтрашнем дне. Так и не дождавшись сбежавшего мужа, Катя оформила развод и связала свою жизнь с Андреем. Как выяснилось, Володя в записке соврал и сбежал не один, а с любовницей, уговорившей его пойти на должностное преступление ради кругленькой суммы. Дом, подаренный миллионерам Мискаевым, был очень уютным. Большая кухня, где они сидели вечерами, разговаривая обо всем на свете. Большой зал, ванная комната и спальня, которая была их убежищем, местом любви и нежности. Через несколько месяцев Катерина и Андрей сыграли скромную свадьбу. Не было пышного торжества, только ближайшие друзья и родственники, и, разумеется, Петр Иванович с Мишкой. Но это была самая счастливая свадьба. Катюша, Андрей взял ее за руку. Мы так часто говорили о ребенке. Думаешь, мы готовы? Катя улыбнулась. Ее сердце было наполнено любовью и счастьем. Она хотела дать Андрею и себе то, чего они так долго ждали. Андрюша, сказала она, я хочу взять ребенка из детдома. Он опешил. Никогда не думал о приемном малыше. Но уже через несколько секунд понял, что именно хочет Катерина. И он поддержал ее. Хорошо, сказал он. И подмигнул супруге. Значит, сделаем это. Тем более, один мальчуган на примете у нас уже есть. Катя улыбнулась. Она была так рада, что Мишка получит, наконец, шанс на нормальную жизнь. Миша вначале стеснялся. Не мог поверить, что у него будет настоящая семья. Но Андрей и Катя терпеливо убеждали, что они его любят и будут заботиться о нем. «Миш», сказала Катерина, обнимая его, «ты теперь наша семья. У тебя есть мы, и мы тебя никогда не бросим». Он плакал. Это были мальчишечья слезы радости, слезы любви и благодарности. Мишка чувствовал себя счастливым, как никогда раньше. А вскоре после того, как они стали одной семьей, Владимир был, наконец, арестован. Хоть он и сбежал с любовницей и деньгами фирмы, но правосудие все равно его нашло. А вот Катя была счастлива, что все это, наконец, закончилось. Она освободилась от тяжелого прошлого и могла жить настоящим и мечтать о будущем. Катя смотрела на Андрея, который играл с сыном в саду, и сердце ее было наполнено благодарностью за то, что случилось в ее жизни. Она любила своих мужчин всей душой и знала, что вместе они будут до конца. Андрей, – прошептала она, глядя на него, – я так рада, что ты у меня есть. Муж поднял глаза и улыбнулся. Он тоже был счастлив. Спасибо, что досмотрели историю до конца. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для меня это очень важно. Всего доброго!